Новое здание Российского государственного архива кинофотодокументов в подмосковном Красногорске начали возводить в 2016 году, а открыли 10 марта 2023. Дату выбрали не случайно. В этот день архивисты отмечают свой профессиональный праздник. Я не раз говорил о том, что опора на архивный источник является единственным верным путем к подлинному историческому знанию, а национальные архивные фонды есть непременный и обязательный атрибут поистине суверенного государства. С новым зданием архив кинофотодокументов получил и новые возможности, как для работы сотрудников, так и для посетителей. Архивная служба – это не просто служба. Сегодня архивы обеспечивают государственный суверенитет, национальную безопасность, внешнюю политику, содействуют развитию науки, культуры. И не случайно Российская Федерация входит в число великих архивных держав. Сегодня в фондах архива находится более 1 миллиона фотодокументов и свыше 250 тысяч кинодокументов с 1850-х годов по настоящее время. Среди них самые первые фотографии – дагеротипы и феротипы, а также немые и звуковые, черно-белые и цветные хроникально-документальные фильмы, киножурналы и отдельные киносюжеты. И здесь мы видим хранилище, подземное хранилище для нитропленки. И сейчас, если локализацию местности произвести, то мы с вами конкретно стоим примерно в этом месте. В новом корпусе оборудовали читальные зоны, выставочную площадку, кинозал. Есть и новейшее оборудование для оцифровки и реставрации кинопленок. Архив – это что приходит на ум выражение – докопаться до истины, копаться. Здесь не нужно копаться, потому что все оцифровано, и доступ к источнику, к информации осуществляется посредством современных технологий. И мы выступили с инициативой, к Андрею Николаевичу обратились, к российскому архиву, чтобы и регионы, и муниципальный уровень, а там тоже есть архивы, и они выглядят чуть по-другому, тоже имели возможность перейти в цифру. Благодаря передовым технологиям архив сможет выполнять задачи по сохранению документального наследия нашей страны, сделав его более доступным. А новое здание станет частью вековой истории РГАФТ. Когда-то на этом холме в 1948 году немецкие военнопленные построили первое здание архива для кинофото документов. Они строили это здание, зная, что здесь будут храниться основные материалы, документальное все кино, снятое советскими кинооператорами о Великой Отечественной войне. Поддержка архивной отрасли была и остается приоритетом российского исторического общества. Служба информации фонда «История Отечества».